В отраве при поддержке фонда первопрезидента Ельбаса Камкорлах официально был открыт реабилитационный центр для особенных детей. Здание расположено при областной детской больнице. В связи с этим событием с рабочим визитом из столицы страны прибыла депутат Мажлиса парламента Республики Казахстан Дрига Назарбаева. Продолжение темы в специальном репортаже. Гульбазар Сарсимбаева теперь не будет ездить за лечением своего особенного ребенка в город Нур-Султан, потому что необходимые лечебные процедуры ее сын сможет принимать в реабилитационном центре, который открыт в городе. Ребенку все здесь нравится. До этого лечение проводилось в городе Нур-Султан. Оба центра имеют одинаковый уровень обслуживания. Уже видим результаты. В центре помогают развивать мышление и коммуникативные способности ребенка. Можно не ехать в Нур-Султан. С другой стороны, вы экономите деньги. Хорошая еда, жилье, комната всякие. Лечение мне нравится. Особенно в ванной. Что еще сказать? Хорошее место я хочу раз в три месяца. Ноги уже потихоньку начинаются. Сам могу ходить через инструменты. За это короткое время, с момента открытия центра, не только Аман-Жул увидел результаты лечения. Благодаря квалифицированным врачам улучшается состояние здоровья каждого ребенка. Есть и такие пациенты, которые, будучи лежащими больными, смогли встать на ноги после лечения в этом реабилитационном центре. Сын Турсюмбек уже несколько лет не ходит. Благодаря этим людям в белых халатах он уже может двигаться на ногах. И я хочу сказать вам спасибо. В центре хорошо лечат детей. Есть массаж, парафин. Депутат Дарига Назарбаева по казахскому обычаю Цаукисер разрезала путы ребенку, который благодаря помощи данного центра сделал свои первые шаги. Отметим, что в центре подготовлено 50 коек для реабилитации детей. Из них 25 круглосуточных. Остальные предусмотрены для дневного стационара. Более 20 специалистов активно трудятся в этом центре во благо особенных детей. Далее рабочая группа во главе с директором фонда первопрезидента Дарига Назарбаева осмотрела кабинет инклюзивного образования в школе номер 40 в микрорайоне Нурсая. Там она пообщалась с особенными детьми, которые наравне с другими сверстниками обещаются в учебном заведении, выслушала пожелания родителей. Хочу выразить благодарность этой школе, педагогам и вам. Спасибо всем, кто открыл школу инклюзивного образования Камкорлах и проявил доброту к особенным детям. Также в ходе визита Дарига Назарбаева посетила общеобразовательную школу имени Бурана Насамбаева в городе, где также проводится инклюзивное обучение. Ребята теплые и радостно поприветствовали депутата, прочитали стихи, вызвав бурю эмоций у собравшихся. Они подарили гостям изделия, изготовленные ими вручную. У моего ребенка легкая форма синдрома Дауна. Есть небольшая задержка речевого развития. В реабилитационном центре, открытом при поддержке фонда Ельбасе, оснащенным современным оборудованием, оказывают ему большую помощь, развивая моторику рук и визуальное восприятие. Мой ребенок ежедневно посещает пять уроков. Школа находится рядом с домом. Желаю, чтобы было побольше таких инклюзивных классов. Далее рабочая группа посетила городок «Маленькая страна», который стал небольшой резиденцией особенных детей. Здесь волонтеры во главе с Ирланом Кумискалеевым уже несколько лет бесплатно лечат детей с поражением нервной системы. Они подробно ознакомили депутата с ходом своей работы. Ди полчаса филинотерапии, ипотерапии. Также высокие гости увидели, как работают в областном кардиологическом центре и оценили возможности объекта, оснащенного современными технологиями. Кроме того, они посетили городской лице «Белеминновация», который является одним из учебных заведений с высоким качеством образования по Казахстану. У лицея много достижений. Гости побеседовали с учащимися, ознакомились с автоматизированной библиотекой. Казахстан Далее группа во главе с депутатом Доригой Назарбаевой посетила Траусский кризисный центр по оказанию помощи женщинам, подвергшимся бытовому насилию. В настоящее время здесь проживают четыре матери. С ними работают юристы и психологи. Помогают вернуться к обычной жизни. Делегаты из Нурсултана завершили свой рабочий визит в нефтяную столицу посещением древнего городища Хангурдаласа Райшик. Ознакомились с экспонатами, хранящимися в музее. Осмотрели территорию, где ведутся раскопки захоронения ханов и батыров.